Коллеги, приветствую вас и всех, кто утро нового дня встречает вместе с нашей программой. Да, близится важная дата для всех россиян 75-летия Великой Победы. В городе герои к подготовке к этому событию уделяют особое внимание. Так 9 мая в Керчи приведут в порядок памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны. О том, что именно будет сделано, мы сегодня поговорим с Сергеем Бородиным, главой администрации Керчи. Сергей Вадимович, доброе утро. Я так понимаю, что сейчас как раз идет активная работа по реставрации мемориалов и братских могил. Все верно? Да, совершенно верно. Надо сказать, что мной подписано постановление по определению состава оргкомитета по празднованию Великой Победы. Также подписан план мероприятий, что касаемо празднования Великой Отечественной войны. Надо сказать, что памятникам Великой Отечественной войны уделяется особое внимание. На территории города Керчи находится 46 памятников, которые связаны с Великой Отечественной войной. 43 из них муниципальные и 3 республиканского значения. Все памятники уже откадестрированы, памятники проинвентаризированы. Надо сказать, что, конечно же, памятники находятся, к сожалению, в разном состоянии. И вот сейчас подготовлен отдельный план работы СМИТа, чтобы привести все в надлежащий вид. Надо сказать, что поновление памятников будет вестись на всех 46 объектах. По реставрации, сейчас нам определено, это 15 памятников. Данные памятники уже осмечены, они будут сидеть в течение всего года. Но поновление до 11 апреля будет проведено по всем памятникам, находящимся на территории города Героя Керчи. А что по поводу обелиска Славы? Будет готов к 9 мая? Да, обелиск Славы, договор на реставрацию данного памятника заключен Минкультом. Надо сказать, что данный контракт обязывает подрядчика выполнить данные работы к сентябрю этого года, 20-го. Но подрядчик взял на себя повышенное обязательство и максимально ускорил темп работы для того, чтобы закончить работу до 8 мая. Потому что 8 мая, мы знаем, для Керчана это достаточно очень ответственный и священный день, когда проходят факельные шествия. Как-то изменится, может быть, внешний вид города в преддверии Дня Победы? Да, мероприятия, которые мы планируем провести именно к празднованию Великой Победы, есть такие мероприятия, которые действительно должны изменить облик города. Многие вещи, безусловно, сталкиваются с финансированием данных мероприятий. Но хочу сказать, что Сергей Валерьевич идет навстречу именно городу Героя, потому что город Герой на территории Крыма – это единственный город Герой, который носит такое высокое звание. И мы ожидаем в ближайшее время получения средств именно для закупки светового оборудования на территории города. А что по поводу праздничной программы? Какой будет она в День Победы? Программы, конечно, мы не уходим от, так скажем, тех мероприятий, которые проходят всегда нетрадиционно для керчан. Это факельное шествие, это аппарат и так далее. Но хотелось бы сказать, что будут и изюминки в этом году, потому что 70-летие, круглая дата, и наш оргкомитет готовит подарок для керчан. Но это сюрприз, я так понимаю, пока вы не раскроете. Будет ряд мероприятий, будет сюрприз. Хотелось бы сказать, что ничего не будем исключать. Все, что традиционно керчанам нравится и действительно берет за душу, и постановка на горе Митридат, все это, безусловно, останется. Но мы добавляем еще ряд мероприятий именно в эти празднования 75-летия. Традиции будут соблюдены, но также керчане дождутся и каких-то новшеств в праздновании, все верно? Да, совершенно верно. Хорошо, Сергей Вадимович, я благодарю за то, что вы нашли время и посетили сегодня нашу студию. Спасибо вам большое за эту беседу. Коллеги, я напоминаю, сегодня у нас в студии был глава администрации Керчи Сергей Бороздин. На этом у меня все, я передаю вам слово.